С новыми интерфейсами есть, ну, понятно, есть инструменты интерфейса ввода, есть интерфейсы там вывода, да, значит, картинка выглядит так, значит, меня больше всего сейчас вдохновляют следующие, значит, истории, во-первых, есть, значит, вот такая вот штука, пишется вот так, значит, она сейчас, ну, я ее предзаказал, она ко мне еще не приехала, значит, это такая вот маленькая коробочка, она ставится перед монитором на вот таком расстоянии, и она такая, как Kinect, значит, микрософтовский, но Kinect, он распознает вот такие вот движения, там, широкие, и для того, чтобы сделать клик, нужно вот так вот держать руку примерно секунду-три. Все это делает интерфейс совершенно неэффективным, то есть он очень впечатляющий, можно прыгать, скакать, но для реальной работы он совершенно неприменимый, ну, потому что темп передачи информации просто меньше, чем с помощью клавиатуры, и понятно, что до тех пор, пока темп ввода меньше, чем у существующих конкурирующих интерфейсов, новый интерфейс не приживется. А Leop это такой Kinect, только он распознает микрожесты, то есть он распознает жесты, ну, вот такие, да, то есть ты можешь чуть-чуть пальчиком возить, и он все будет понимать. Это еще тоже не делает его более эффективным, чем клавиатура, потому что у этого интерфейса все еще нету тактильной обратной связи, и тебе не очень понятно, ну, когда ты нажимаешь клавишу и уходит, ты понимаешь, что ты ее нажал. И это, например, приводит к тому, что до сих пор нету интерфейса, который позволяет быстрее набирать текст, чем клавиатура, хотя давным-давно есть сенсорные панели, которые очень хорошо создают нажатие, потому что, ну, просто потому что, когда человек сделал нажатие на сенсорную панель, он должен получить подтверждение о том, что он нажал, визуальное, это, ну, замедляет реакцию, потому что, ну, просто использует больше разных органов чувств, и тебе, в общем, нужно дождаться, пока, там, сигнал не просто, значит, от твоего пальца найдет до твоего мозга, но еще от глаза найдет до твоего мозга, там, как-то, значит, там, соединиться, и ты поймешь, что это ты сделал правда то, что ты это сделал. И самое главное, что ты больше осознания, как бы, на это дело тратишь, потому что, ну, все люди, у которых есть, там, слепая печать, они, в общем-то, ну, как бы, головной мозг не очень используют для того, чтобы что-нибудь набирать, и используют уже, там, спинной мозг, а вот для того, чтобы печатать на сенсорной клавиатуре, приходится использовать оба. И поэтому, значит, скорость ввода замедляется, и, и вот, леоп, он будет страдать тем же самым, то есть, какой бы у нас там не был замечательный интерфейс, как бы там все замечательно не было, в ближайшее время, ну, в ближайшие, там, года три, все равно самым быстрым, значит, способом ввода будет оставаться клавиатура. Но, скажем, мышку леоп заменит уже нормально. Это, значит, раз, да, значит, и, ну, я немножко продолжу, значит, про интерфейсы ввода есть такая, есть такой замечательный писатель-фантаст Вернер Винч, у него есть, значит, ну, достаточно, правда, нудная, но очень достоверная книжка «Конец радуг», и он описывает там будущее интерфейсов ввода, которое мне кажется таким недостаточно вероятным. Это интерфейсов ввода, построенный на микрожестах. Значит, эта концепция примерно такая. Во-первых, предполагается, что у каждого человека есть юзер-агент, который, ну, это такой робот программный, который вместе с человеком живет, и запоминает индивидуальные особенности человека, ну, связанные с вводом информации. И, ну, через некоторое время, например, этот робот понимает, что когда человек слегка напрягает левый глаз, это значит, что он хочет, например, открыть окно, ну, там, нового интерфейса. При этом важно, что достаточно просто, ну, технически понятно, как сделать интерфейсы, которые будут эти микрожесты отсчитывать. Что тут хорошо? То, что жест может быть вообще не проявлен. Да, то есть, ну, мышца сокращается, значит, ну, как бы снаружи ничего еще не видно, но намерение, как бы, человека уже считано. Это некоторая реальная замена нейроинтерфейса, потому что, ну, понятно, что с нейроинтерфейсом есть большое количество экспериментов, но у них разрешающая способность у всех, ну, такая слабая, и не очень понятно вообще, значит, что будет с будущим ввода через нейроинтерфейсы. Ну, лично у меня, значит, основное, значит, сомнение вызывает то, что это, даже если они получат очень хорошую разрешающую способность, ну, понятно, что они тренируются, достаточно быстро проверяются, это все равно будет требовать очень большого количества концентрации от операторов. А это делает зону их применимости сильно более узкой, потому что вторая такая важная особенность интерфейса, кроме скорости, это то, какое количество концентрации он вообще требует, то, насколько его можно осуществлять в фоне. И вот интерфейс на микрожествах, он, мне кажется, очень перспективным, потому что он очень похож на человека в его естественной ситуации, то есть, когда мы коммуницировали, вот я что-то сейчас такое рукой делаю, да, не потому что я что-то специально делаю, потому что у меня привычка какая-то есть, да. И с интерфейсом на микрожествах примерно такая же история, то есть, есть какое-то естественное поведение человека, есть какой-то пользовательский агент, который запоминает, что когда человек, ну, там, не знаю, слегка пожимает плечом, или, там, не знаю, там, что-нибудь делает пальцами, это означает, что у него есть команда интерфейсов. Значит, ну, и это какая-то такая перспектива, ну, не знаю, лет пятнадцати, я думаю, на это не ободрявляется. При этом, что важно, что для ввода не будет, ну, уже достаточно скоро не будет требоваться никаких специальных, ну, девайсов. То есть, для того, чтобы, ну, да, и тут, конечно, нельзя пройти мимо интерфейсов голосового ввода, которые, значит, ну, уже, в общем, наверное, стали, в общем, местом, я даже про них сейчас особенно говорить не буду, но понятно, что, например, там, они сильно уже меняют рынок поиска, и что голосовой запрос «воздух», он, ну, сейчас еще является экзотикой, значит, в России, уже перестал всех пугать, значит, в каких-нибудь, там, миллионниках, там, западных, и станет общим местом, ну, вот как все перестали удивляться людям, которые говорят «воздух», потому что говорят по гарнитуре, так, значит, через, там, четыре года все перестанут удивляться «воздух», когда люди будут спрашивать «воздух» о том, что им что-нибудь там надо, и получать, там, какой-нибудь ответ. Вот. Значит, ну, то есть, вот, голосовой ввод, он, опять-таки, хуже, да, понятно, чем клавиатура, потому что медленней. И, опять-таки, потому что требует больше концентрации, более явный. Интерфейсы на микрожестах, они приведут к тому, что у нас, когда мы взаимодействуем с интерфейсом, когда вводим информацию, у нас нету специального девайса. То есть, мы взаимодействуем просто с окружающей, ну, нас, средой, и что-то делаем телом, и все. Это раз. Значит, что касается интерфейсов вывода, то, ну, я, на самом деле, сейчас не вспомнил прямо сейчас, что у нас там с контактными линзами, и не очень понятно, когда, там, коммерческая эксплуатация контактных линз, которые демонстрируют человеку, ну, нечто другое, чем то, что он видит в реальности. Будет понятно, что это технические асфьюстримы, непонятно, сколько еще нужно пройти промышленности для того, чтобы это попало в коммерческую эксплуатацию, но понятно, что эти, вот, там, какие-нибудь гугли-очки, да, значит, там, или, ну, там, вообще прозрачные дисплеи, они уже все есть, их там вовсе разрабатывают, и поэтому в течение 10 лет, ну, можно быть уверенным, что, значит, человек, который носит очки, которые похожи по весу, ну, и вообще внешнему виду, ну, такие обычные, значит, ну, очки, которые, значит, в веке продают, станет достаточно распространенным персонажем, значит, наших улиц, в этот момент поменяется вот что. Значит, если, значит, со средствами вывода у нас поменялось то, что у нас нет специальных девайсов для того, чтобы что-нибудь вводить, то со средствами вывода у нас пропадет граница экрана. Это существенно важная, значит, штука, потому что, вот я когда про игры говорил, да, что игроку очень важно понимать, где игра заканчивается и где начинается неигра. Также и пользователь сейчас, он, когда взаимодействует с экраном, он четко понимает, что вот у нас есть действительность, значит, ну, представленная, есть действительность настоящая. Действительность представленная находится внутри прямоугольника. Действительность настоящая – это то, что я вижу там за границей прямоугольника. Если я сейчас достану там ифон и там достану там любую, например, там, улучшенную реальность, я буду понимать, что улучшена реальность там, а вот здесь настоящая. Если мне здесь вместо, там, не знаю, Данила Силандио показывают, значит, орка, это не значит, что тут прямо сидит орк, значит, это, ну, так по дорожку. Если, значит, ну, как бы, или, например, с орком там понятно, что вряд ли можно предположить, что даже если я буду везде вокруг видеть орков, что я буду думать, что орки правда вокруг есть. А если я вместо Данила Силандио буду видеть, например, не знаю, Оксану Силандио, да, значит, то, если это буду видеть через интерфейс, то у меня уже, как бы, будет меньше доступной обратной связи, правда ли это. И это, с одной стороны, открывает там колоссальные возможности для того, чтобы вот со всеми там тремя другими удовольствиями от игры начать взаимодействовать, да, то есть, поскольку дает Арсенал и для взаимодействия с другими игроками у нас есть там и средства, и повод, и для того, чтобы погружаться в мир со всей дурацкой мочью вообще, да, то есть у нас игры, которые, ну, гомификация на погружении, в мир, очень сильно попрест вообще, просто, ну, там, ну, как бы, очень будет востребована. И раскрытие новых, там, всяких, там, границ, там, своего я, там, ну, вот, все это будет, при этом очень важной частью станет этика мастера, да, потому что, ну, обмануть игрока станет вообще делать нечего. Вот. Значит, соответственно, ну, если говорить теперь, например, в каком-нибудь таком профессиональном плане, то, ну, мне нет сейчас конкретных рецептов, как именно мастера будущих игр с интерфейсами, в которых непонятно, где интерфейс заканчивается, и непонятно, ввожу ли я сейчас информацию, или просто руками махаю, да, значит, то есть это такие интерфейсы, которые, ну, смешаны в реальности, да, давайте так будем говорить. Понятно, что у них будут колоссальные инструменты. Непонятно, какой они будут сейчас пользоваться методикой, честно, не расскажу, но понятно, на стыке каких жанров это будет сделано. Понятно, что они будут, что будут востребованы навыки режиссеров и геймдизайнеров малинингпольденских игр, понятно, что пригодится опыт жилых ролевых игр, понятно, что режиссура будет очень востребована, и все это будет перемешано с, значит, навыками интерфейсного дизайнера. Поэтому, ну вот, если бы мне сейчас было лет примерно 12, я бы копал бы, или вот в эту вот сторону, то есть, ну, пытался бы научиться быть режиссером и учиться режиссером, дизайнером и мастером игры одновременно, значит, ну, или вот в сторону конкретных станков.